добрый день наши зрители сегодня 6 мая канун 72 годовщины и у нас уникальная возможность пригласить нашу студию автора грандиозного проекта который автор называет гражданской инициативой бессмертный полк у нас в гостях сергей лапинков здравствуйте я наверно сразу поправлю вас если вы не против я не автор истории я один из инициаторов и поскольку я являюсь таким самым провозглашенным спикером полка то есть товарищи доверяют мне как правило выступать от имени нашего сообщества людей то вот чаще всего меня связывают все мои авторство но я не автор и мы не авторы на самом деле я наверно поясню этот момент сразу потому что действительно идея собрать людей с фотографиями своих предков она пришла в голову моему товарищу игорь дмитрию в одиннадцатом году и в двенадцатом на следующий год мы ее реализовали игорь кстати говоря придумал и название бессмертный полк перебирали разные варианты был забытый полк была бессмертная рота в итоге мы решили остановиться на все-таки на варианте бессмертный полк потому что во первых а как мы выяснили забытый полк уже существовал такой проект и потом все-таки слово забыто не совсем отражает суть того что мы делаем ну и во вторых полк такой образ собирательный слово о полку игоря и так далее поэтому вот так это было но при этом двенадцатом году мы сразу для себя еще не имея фактов но осознавая на самом деле это будучи людьми здравомыслящими решили что мы уж точно не являемся авторами какой-то такой уникальной идеи потому что всеми хранились фотографии собственно мы и свои фотографии первые ведь тоже достали семейного альбома и люди которые пришли вместе с нами в двенадцатом году в томске на улицу они тоже эти фотографии доставали семейных альбомов то есть дедушку любить придумали не мы поэтому мы не авторы идеи ну да мы создали то что сегодня называется бессмертным полку ну да я собственно говоря останусь при своем мнении что именно гражданской инициативы бессмертный полк в том виде в котором мы ее знаем и в котором она существует до вас конечно были такие идеи в некоторых городах они реализовывались когда проводились митинги и шествия с фотографиями ветеранов и возложения цветков цветов венков к это сам к памятникам но вот в том виде в котором вы вот мы сейчас это можем наблюдать во всем во многих городах еще не во всех к сожалению но во многих городах я бы сказал что все таки началось с вас именно в 2012 году мы это увидели как это реализовывается как это можно сделать но надо сказать что во первых спасибо товарищем координаторам нашим волонтерам тем кто присоединялся к полку в 12 13 14 годах и у себя в городах проводили полки и рассказывали людям про идею бессмертного полка на сказать что это были в основном вот если говорить первые может быть 30 городов полка мои товарищи или товарищи игоря или товарищи сергея колотовкина этого треть человек с кем мы начинали и продолжаем сегодня заниматься бессмертным полком это были региональные журналисты с телеканалов с радиоканалов в газеты интернет и мы их знали по разным нашим совместным историям и на медиаплощадках показывая в двенадцатом году то что мы сделали в томске мы говорили просто вот ребята если это важно для вас показываете в своем городе рассказываете людям делаете проводить и они становились координаторами бессмертного полка первым городом например пришла тула замечательная лена гребнева потом улюпинск макс толстов потом ребята с афонтова из красноярска потом юнитон в новосибирске потом радио мария fm из кирова потом подошли ребята с радио за облаками из курганов потом подтянулись ребята из газеты мой район санкт-петербурга ну и так далее потом слова черепахин из волгограда группа премьера и я могу продолжать бесконечно называть имена этих замечательных людей которыми на самом деле признателен потому что без них бы вы не рассказали такое огромное стране как наша про бессмертный полк не имея при этом никакой поддержки не материально естественно чем отказали сразу принципиально не информационной поддержки сверху вообще бессмертный полк эта история такая горизонтальная абсолютно эта история которая переходила от человека к человеку и это делало ее крепкой на самом деле самого начала замечательно в этом году получается 5 практически юбилей для такого гражданской инициативы такого социального проекта получается юбилей этот проект конечно же он развивался и менялся и мы видим что тот кто был на первых митингах или то этих шествиях видят изменения существенные изменения в организации и отношения власти к этим вещам то есть это стал популярный проект это стало популярное название можете подвести итог вот как вы видите насколько это развилось на данный момент за пять лет и планируете ли вы его развивать развивать понятно что вы для себя определили это горизонтальное развитие вовлеченность городов различных сейчас не секрет что это уже сагнула шагнула в страны снг ну собственно говоря изначально сага шагнула да причем не будем скрывать в некоторых странах это вызвало некоторую агрессивную реакцию на такое развитие теперь мы слышим о том что в америке стали популярны и георгиевские ленточки и символика на 9 мая именно как вы вот можете проследить от начала как это развивалось к чему пришли на данный момент и куда вы планируете продвигать его ну давайте вот рассыплю на несколько вопросов отлично вашу просьбу начну наверное все таки с того что мы не планировали создавать движение история бессмертного полка в двенадцатом году для нас это была история абсолютно личная семейная это сделал потому что я внук солдата игорь и сергей сделали ровно исходя из тех же мотивов то что мы в общем двенадцатом году в томске впервые собрали бессмертный полк и такая история как бы вот моего личного долга я считаю что я вот хотя бы немножко смог отплатить скажем за тот невероятный подарок который мне сделал дед свое время да он и вот его поколение все-таки выиграв ценой неимоверных усилий ту самую страшную войну который ну в общем было как бы вопросом или да или нет если бы победы не было в этой войне то наверное не было бы и нашего с вами разговора или это было опять совсем другая история и это это вот во первых но когда первый полк был собран и мы посмотрели просто на людей которые стояли вокруг нас на улице на эти 6000 горожан пирк может быть там шесть с половиной мы никогда особо не увлекались подсчетами и статистикой нас не это интересовало потому что полк все-таки эта история персональная конкретного человека да и она этим важно они тем что собираются огромные массы но все таки мы увидели что люди стояли вокруг нас очень разные многие из них ну наверно в жизни бы друг с другом никаких дел бы не имели не подошли бы не поздоровались да вот настолько антагонизма между ними были сильны в другие дни года да но вот 9 мая 12 им удалось это как-то преодолеть в себе и думаю без особых усилий да потому что был такой общий крепкий знаменатель нам показалось что эта история важна не только для нашего города потому что страна у нас она к сожалению переживает не лучшие времена люди очень серьезно расколоты разобщены по идеологическим политическим конфессиональным там соображением социальным там и так далее да это такое очень опасное состояние такая дефрагментация которая может просто привести к тому что страна в какой-то момент перестанет существовать привычном нам видео чего бы не хотелось на и мы решили что ну наверное эту историю нам теперь надо рассказывать вот потом началась та цепочка встреч да те те медиафестивали ну помогли первые материалы информационные которые попали и в телеэфиры и в интернет кстати говоря в двенадцатом году первый канал снимал сюжет за что ему отдельное спасибо пару лет они нас снимали да и этот сюжет сыграл тоже очень хорошую существенную мне кажется роль в том что про идею бессмертного полка узнали появился сайт мой пол . руда который попал в интернет вот да можно увидеть сегодня это народный мемориал абсолютно самодостаточная история и такое как бы я сказал проявление личной памяти человека вот в виде этого народной книги электронный но значит вот вот первое да то есть мы осознали что нам придется дальше эту историю рассказывать не строить организацию не там значит преследовать какие-то стратегические геополитические или иные цели а просто рассказывать историю и я продолжаю это делать до сих пор вот теперь в вашей студии и этот рассказ который как мне кажется он все-таки если говорить серьезно он меня по-прежнему эмоционально цепляет как и вот как еще и через лет назад то есть для меня это по-прежнему история личная и я по-прежнему вижу в ней вот свою собственную семью и своих предков следующий момент конечно очень важный что нам хотелось довести бессмертный полк до состояния народной традиции да то есть первые несколько лет да и сейчас организация бессмертного полка все-таки требуют усилий координаторов но уже в меньшей степени на наш взгляд чем скажем 3-4 года назад почти не существует никаких административных барьеров здесь скорее уже надо говорить о том что поддержка со стороны бюрократии она к сожалению слишком активное бывает временами да то есть появились проблемы другого порядка если в тринадцатом году координатор приходил к чиновнику мог закрыть перед ним дверь отмахнуться там идите вы со своими как потом как называется бессмертный не понимаю чем нет у нас вот есть парад там у нас у нас все нормально все по плану то сейчас к сожалению происходит как-то обратная ситуация и тем не менее бессмертный полк для нас все-таки во многом как народная традиция вот к сегодняшнему моменту нашего разговора состоялся то есть та задача который в двенадцатом году мы перед собой поставили понимаешь что ну наверное вот она не завтра будет решена во многом сегодня она уже действительно задача совершен и если говорить дальше о других странах которых существует бессмертный полк ну да бессмертный полк шагнул через границы россии мы это первый раз сделали в тринадцатом году побывав в казахстане например на съезде региональных телевещателей спасибо организации интерньюс которая нас туда пригласила и мы смогли рассказать людям собравшимся опять же нашим коллегам журналистам в городе шимкенте о том что такое бессмертный полки мы увидели что для них вот это в общем тоже история важны потому что все-таки мы как бы имеем общее прошлое историческое да и эта война для нас всех это часть этого прошлого в казахстане сегодня если не ошибаюсь почти в 20 городах существует бессмертный полк правда в этом году насколько я понял там существует такая неофициальная позиция власти она нигде не декларируется но она есть в государственных сми не освещать проведение бессмертного полка там не запрещают и не отменяют под какими-то надуманными предлогами как в таджикистане или как например в узбекистане да где тоже вот люди второй год подряд не могут получить какого-то формального разрешения на проведение бессмертного полка но при этом никто конечно их там не преследует просто не разрешает и все они ищут и другие формы для того чтобы 9 мая вот все-таки вспомните о тех кто прошел через войну в казахстане там ситуация иная там все все там даже даже акиматы участвуют в организации бессмертного полка во многих городах но вот вот почему то вот такой ну это это проявление политической ситуации сегодняшнего дня к сожалению тогда же в тринадцатом году бессмертный полк появился на украине в днепропетровске проводили наши товарищи его первый раз это был очень мощный марш и в симферополе который был тогда под украинской администрации тоже был бессмертный полк в тринадцатом году в четырнадцатом ситуация на украине поменялась и это не был уже бессмертный полк который выглядел как некое такое значит наше общее для россии и украины движение это была история все-таки украинской поддерживал телеканал интер она называлась тогда в четырнадцатом году бессмертный полк в этом году я знаю что это будут либо как же это называется то ли лиц то ли лики победы то ли лица победы но в общем как-то другое название существует для ну вну принцип тот же самый то есть люди будут вспоминать своих предков выходить портретами своих ветеранов вот такая история которая собственно развивается на украине уже как внутренняя что касается бессмертного полка на украине сегодня три бессмертных полка зарегистрированы даже да ну конечно это связано с определенными политическими видимо перспективами которые пытаются извлечь из этой темы те кто создает эти полки есть люди которые поддерживают контакты с нами с таким как бы первоначально может быть бессмертным полком или скажем с тем что мы называем все-таки сообществом людей да они организации мы все не считаем организации в полной мере более того мы принципиально сторонимся каких-то вот элементов структурности в нашей работе хотя у нас есть отлаженные контакты коммуникации но все-таки мы в первую очередь выделяем наверное пристальное внимание желанию людей участвовать в том что мы делаем да они назначениях на какие-то посты но вот те кто в украине поддерживает с нами контакты сегодня они приходят к нам ровно потому что они не видят в том что мы делаем политики они понимают что это совершенно преследует иные цели для нас вот тема личной памяти развития темы памяти наверно личной да вот очень важный такой элемент и ничего другого внутри бессмертного полка для нас нет понятно то есть собственно говоря вот дальше страны снг вы вот это вот движение поддерживать или координировать как-то вообще не хотите но почему вот на нашем сайте сегодня зарегистрировано в качестве координаторов 53 государства 53 координатора 53 странах может быть даже сейчас больше потому что мы открывали страницу в последние дни для эдинбурга а шотландии мне кажется скорость отдельным еще одна еще одним государством на карте возможно открыли страницу для нигерии для катара открыли страницу то есть люди приходят к нам но наверное их тоже привлекает то что мы как бы очевидно выглядим как люди которые являемся этими людьми если позволите принять конечно себе на веру это утверждение мое которые внутри полка не ищут материальные выгоды карьерных каких-то для себя на новых ступеней не выстраивают благодаря полку и так далее то есть ему конечно мечтали о том что чтобы рано или поздно бессмертный полк устал уж совсем совершенно народной традиции на подобие того например чем является для нас с вами новый год ведь не надо никаких координаторов организации и даже сообществ для того чтобы встретить новый год к человек понимает что ему надо делать в этот день это елка оливье немножко веселье и так далее примеры легкомысленный но по сути своей 9 мая безусловно мне кажется достоин того чтобы стать такой же народной традиции вот в городе томске к примеру где бессмертный полк начинался уже в прошлом году во многом это было так потому что была большая колонна и я видел что собралось не меньше 20 может быть 30 даже тысяч человек но не меньшее число горожан не встали в колонну они просто были на улицах и вот когда мы шли по проспекту это видео у них в руках были портреты предков рядом с ними были их дети цветы и они семьями шли в лагерный сад где горит вечный огонь для того чтобы вот просто там положить цветы или приколоть их к стелам с именами ушедших на фронт а мечей потому что очень многих там остались их предки и это для них было естественно и мне надо было рассказывать когда как зачем это нужно делать вот они видят 9 мая первую очередь истории конкретного человека от которого они собственные произошли в конечном счете на этом свете понятно ну конечно мне неудивительно что такая идея родилась и люди такие которые смогли это воплотить они появились именно в томске особый город особая среда и население там я больше можно вот прежде чем удача осану томску продолжим я должен сказать что самая давняя из известных нам истории она конечно же имеет сибирские корни что мне как сибиряку приятно но она все-таки произошла не в томске в новосибирске это был 1965 год это впервые год когда это год когда впервые отмечался день победы как официальный праздник государственный до 65 года он не был праздничным днем и выходным тем более да и вот в этот год ученики одной из школ города новосибирска они прошли с портретами своих отцов фронтовиков потом были истории очень похожие на полк это был например город солейкамск в пермском крае русском крае да где женщины восемьдесят шестом году пронесли портреты своих мужей и сыновей не пришедших с войны затем была ухта затем были станицы краснодарского края где вы тоже подобная школа происходила была школа еще в красноярске мы не нашли к сожалению следов отличие от новосибирской школы документальных чтобы зафиксировать на сайте но мы ищем нам важно да потому что вот тот тезис который мы в двенадцатом году сформулировали что в истории народные корни мы не знали про все эти примеры мы это чувствовали но мы это собрали в конечном счете и был потом севастополе было потом тюмень и были потом например улица иерусалима в 1999 году где люди тоже уносили фотографии своих солдат это в конце концов ведь еще было и у большого театра в москве где собирались фронтовики приходили с фотографией это было в городе где я вырос где тоже 9 мая фронтовики такие крепкие мужчины вот в основе да да красноярске вот в закрытом красноярске в городе называется сегодня железногорск а раньше красноярск 26 и 9 мая на гражданскую манифестацию как называли там мероприятия посвященные днем победы всегда приходили ветераны у многих руках были фотографии и они потом выпивали так немножко как-то принято было по кустам ресторан зеленый дуб радушно распахивала свои ветви и я это видел потому что она вожатый у нас была хорошая игра наводила на смотреть на ветеранов дарить им цветы для того чтобы могли как-то прикоснуться к этим людям и тогда это не было проблемой потому что сейчас их нет сейчас и практически не осталось и к сожалению вот к сожалению иногда за ветеранов принимают каких-то очень странных людей которых можно видеть на параде бывает но кстати говоря последнее время появилось ряд вопросов я вот смотрю периодически эту тему потому что мне вот бессмертный полк очень нравится сразу скажу очень нравится и как он был подхвачен и как организованы и как сделал много вопросов в этом году в прошлом году было а у меня отец не может идти но это сам можно я про он у меня не умер можно я с ним пройду то есть люди для себя вот такую статус живой ну то есть еще к бессмертному полку не примкнул да можно я по это самым приду я всегда пишу там идите человеку покажете быть первым конечно вот поэтому ну опять странные вопросы вот сегодня например звоночек мне был из германии позвонил человек спросил я по новостям слышала не стал уточнять по каким новостям предполагаю что по и навещанию это кого-то из федеральных каналов о том что есть волонтеры которые можно поручить пронести портрет в москве по красной площади я сказал что он мешает в городе боне где вы живете 9 мая каким-то образом отметить 9 отметить день победы например да вынести фотографию своего предка там ну может быть в боне нет этих кладбищ воинских хотя почему дарить скорее всего есть да ну пол пройдет берлине пол пройдет в мюнхене в гамбурге еще в некоторые города германии в принципе при хороших немецких дорогах можно приехать 9 мая и быть там но человеку почему-то была вот важна такая формальная сторона то есть обязательно красная площадь чтобы через нее прошел портрет это такое ну такой немножко поверхностно как мне кажется восприятие смысла я думаю почему не отказать есть волонтеры которые готовы выполнить это его пожелания и может ну это не наши волонтеры наши волонтеры в этот момент заняты совершенно другими задачами к примеру это ребята которые работают в центре поисковой работы мы с этого года создали такую как бы сказать единицу да у нас появилась поисковая они помогают в архивном поиске людям которые обращаются с просьбой ну каким-то образом сориентировать их где искать информацию в какие обращаться архивы в какой базе данных в каком виде писать заявку совершенно верно как как вообще куда пойти в первую очередь исходя из того какие у них есть ну скажем сведения о своем солдате откуда он призывался или где он был раненый где проходил лечение пропал откуда пришли конечно конечно вот ребята поисковики наши заняты этим они как бы не готовы носить за людей фотографии мне кажется еще и не надо это делать потому что все таки вот тут принцип личной памяти и прямого личного участия в данном случае перечеркивается для чего не знаю ну связь с ним конечно вы правильно с точки зрения там энергетики или высших сил до что твой предок ты его там несешь и нет смысла ходить с портретом сталина если ты твой родственник я был служил портрет сталина имеет для меня вполне конкретное звучание в томске подошел молодой человек года два-три назад на в один из дней 9 мая у него в руках был такой прям портрет сталина ну вот он видимо был одним из таких молодых активистов левого движения и он настоятельно прям так резко потребовал чтобы упустили в бессмертный полк а дело в том что внук полк еще раз эта территория которая все-таки лишена каких-то политических фетиши в данном случае очевидно что он не был внуком сталина да это не проявление личной памяти при вот в этом гроз стали на есть и живой до сих пор пожалуйста они конечно безусловно могут с портретом своего родственника в бессмертном полку и я спросил этого парня если кто-то в его семье кто воевал он сказал что да конечно у меня прадедушка я спросил на почему ты портрет прадедушки не принес а принес портрет вот этого человека который для тебя является видимо кумиром но при этом это не твоя кровь он не нашелся что ответить назвал нас 5 колонна и ушел враги народа сталинских ну собственно говоря меня что вот не то что удивляет а почему я задал вопрос что мне кажется вы не запланировали вот так грубо говоря не готовили экспансию или там внедрение в англоязычные там в другие страны не бывшие там страны снг потому что практически нет странички на английском языке там нет безусловно чистого язык нашего сайта русским и на самом деле года два назад решали для себя открываем ли мы страницу на болгарском языке то есть или или принимаем ли мы точнее говоря истории написанные на болгарском потому что в болгарии история бессмертного полка она как-то особо эмоционально было воспринято болгарами потому что с одной стороны все таки страна она формально находилась в составе гитлеровского блока до коалиции вот эту роль тем не менее с другой стороны ни одного выстрела по красной армии когда она пересекла государственную границу сделано не было то есть болгарская армия полностью перешла на сторону советской армии более того была сформирована 200 тысяч на этом группировка из числа болгар которая принимала участие затем боевых действиях югославии к примеру говоря да и это в общем тоже наши братья по оружию во многом не говоря уже о тех исторических связях которые существуют там очень интересная история переписывался с ребятами из болгарии у кого собственно в антифашистском движении принимали все время участие родственники это были офицеры царской армии и в свое время они были арестованы когда подполье было раскрыто и были брошены в тюрьму им был вынесен смертный приговор но царь болгарский этот приговор он его не то чтобы отменил он вот скажем так заморозил наложил значит мораторий на такой бессрочной на приведение в исполнении до понимаешь что любая казнь за симпатии к советской армии за симпатии к россии если уж так говорить о том как то болгары видят она скорее всего ну вызовет ненужный резонанс его возможно честно говоря и позиция царя было тоже таки с царем же никто не разговаривал зачем участвовал антигитарской коалиции это была такая политика ну да ладно вот такая история была после того как в болгарии был установлен режим похожий на режим сталинский тех лет в советском союзе вот эти вот царские офицеры которые не были расстреляны снова оказались в лагерях их было поставлен в упрек вот тот приговор который не исполнили то есть если вас приговорили к смертной казни но не казнили значит мы перешли на сторону царского режима и люди уехали в трудовые лагеря да и причем в болгарии они существовали до пятьдесят шестого года в отличие там от советского союза где после смерти сталина были уже начаты какие-то процессы освобождения заключенных там реабилитационные какие-то процессы в болгарии все было пожестче почему ну вот такие истории да но язык сайта русский это безусловно и он объединяет в первую очередь тех кто все-таки именно этот язык считая свои общий базу общей основой независимо там кто сегодня единомышленники на русском языке вот у меня такой вопрос как к историку уже и как собственно говоря человеку перед которым фактически какие-то события и это самые материалы прошли по и по бессмертному полку и так далее 9 мая если официально прочитать мы празднуем день победы в великой отечественной войне на самом деле мировое значение этого день победы во второй мировой войне почему весь мир так агрессивно воспринимает и некоторые даже не празднуют почему о жертвах корейцев китайцев в этой войне тоже колоссальный 8 миллионов корейцев которые северная корея не может про из простить японии например а южная корея невыгодно и вспоминать про это почему мы празднуем именно отечественной войны почему вот мировое сообщество не празднует 9 мая в таком масштабе как россия как день окончания великой второй мировой войны по сути где вы знаете я думаю что наверное все таки надо иметь ввиду что европа отмечает день окончания войны безусловно отмечает потому что европа была перепахана этой войной и не помните и невозможно они отмечают этот на день раньше 8 мая как вы знаете хотя в принципе вот если говорить об окончании второй мировой войны то была еще и кампания на дальнем востоке и вот с ее завершением уже в сентябре можно читать официально завершилась вторая мировая война по 2 сентября да нет нет могу ошибаться сейчас ошибаюсь то есть не будет не будет а при 45-го по идее до окончания мировой войны и вы знаете отношения в европе на самом деле она очень разная вот я знаю примеры как в норвегии бережно относятся к кладбищам советских солдат да и советских заключенных которые трудились на военных заводах германии да там и был просто случай когда в одном норвежском городке к примеру упал обелиск на таком кладбище что было бы у нас есть было на кладбище упал обелиск собрали бы комиссию поставили бы задачу найти фонды бюджетные до написали бы несколько куда-нибудь обращений через какое-то время жители провели в пикет местная газета бы начала что-нибудь писать на этот счет до прошло бы года полтора а мемориал был бы разрушен если бы вдруг конечно мимо не проехал президент страны тогда бы мемориал восстановили на время проезда потом буду снова рассыпался потому что сделали бы это тяпляп в норвегии на следующий день мемориал был восстановлен на следующий день без всяких статей без обращения жителей на просто по факту того что на кладбище обрушился памятник и вот пойти вот в этом отношении должно сказываться к войне и к людям которые на этой войне погибли а у нас ветеранам до сих пор дают квартиру это цинично мне кажется очень унизительно я живу на свете 47 лет 47 лет ветеранам дают квартиры до если их когда-то действительно раньше давали и это было актуально то вот сейчас это просто выглядит как это симулякром цинично и в европе в европе все очень по-разному да и на конечно отношение к этому накладывается политика сегодняшнего дня это безусловно но говорить о том что европа не помнит нельзя в америке к примеру вместе с нашими однополчанами американцы участвуют ну не так конечно массово это безусловно но в нью-йорке были случаи на потомки солдат которые принимали участие в антигитерской коалиции присоединялись в этом году в арканзасе в little rock город родина майкл джексон там координатор хотела бы тоже вывести американцев то есть она им рассказы напоминают им о том что друзья у нас была общая война в архангельске к примеру курсанты мореходки в этом году понесут в рядах бессмертного полка портреты британских моряков которые погибли во время северных конвоев до которые везли везли очень нужен для нашей страны лент лист без которого еще сложнее наверно было бы тяжелее одержать победу и это все очень важно потому что это на самом деле напоминает нам об общей истории вот в архангельске когда замечательный человек по фамилии терентьев директор музея арктического с этой инициативы пришел куда-то там в органы которые там занимаются с организацией полка ему сказали может быть не надо и так международное положение сложное вот он написал несколько если вы считаете это важно вы это делаете потому что возможно вот это сделает международное положение чуть проще в израиле к примеру говоря с потомками солдат красной армии вместе выходят потомки те кто сражался в европейском сопротивлении то есть эта тема которая напоминает людям на самом деле о том что вот это не было там война режимов да это была война вот на мой взгляд света и тьмы в результате которые там до победу одержали люди между людьми тоже есть проблемы люди между собой ссорятся у них разные президенты у них разные там социальные устройства бывают но они люди при этом и эти люди воевали с теми кого людьми назвать нельзя с моей точки зрения хорошо понимаете ну время нашей трансляции подошло концу большое спасибо на самом деле вы действительно как бы вы там не скромничали не говорили на предыдущих в том виде в котором существует бессмертный полк на всю жизнь авторами проект останетесь вы трое родиной все равно будет прописан томск что меня очень радует большое спасибо за информацию за то что к нам пришли и я надеюсь что у нас получится получить репортаж из томска с родины бессмертного полка я думаю что это можно все увидеть будет на наших страницах в социальных сетях фейсбуке и вконтакте поэтому том числе видео из том спасибо 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 васили